Весь мир переживает очень сложный этап в своем развитии, связанный с эпидемией. В этой ситуации каждая страна по-своему решает две главные задачи. Во-первых, как преодолеть эпидемию, преодолеть коронавирус. И во-вторых, каким образом, во-первых, спасти экономику, а во-вторых, обеспечить ее дальнейшее развитие. И похоже, что Китайская Народная Республика решает эти задачи лучше других стран. Во всяком случае, вызывает уважение тот факт, что сегодня в Китае думают не только о том, как решить экономические проблемы сегодняшнего дня, но и как наметить и выполнить планы, причем не только на предстоящие пять лет, но и на период до 2035 года. Это говорит об уверенности китайского правительства, способности страны, способности экономики страны не только решить текущие задачи, но и обеспечить перспективное развитие. Ну а дальше уже начинаются интересные моменты, связанные с тем, как это будет делаться. И здесь, конечно, самый интересный, на мой взгляд, момент – это акцент на инновационное развитие, на новую технику, новые технологии, на наиболее передовые способы стимулирования экономического роста. Это вот то, что касается экономики. Ну и, конечно, очень важный момент – социальный. Констатируется практически решенная задача преодоления бедности, и на этой основе выдвигаются уже новые, гораздо более амбициозные планы повышения уровня жизни населения Китая, причем всех слоев населения, всех районов страны, и выход на мировые, передовые мировые показатели не только по экономике, но и по уровню жизни населения. Вот, что, наверное, самое интересное в экономической повестке дня сессии китайского парламента.